Доброе утро, дорогие друзья! Я на улице Большая Ордынка, 38. Здесь такое вот небольшое желтенькое здание. Это вот после ворот Марфо-Мариинской обители. И я здесь не случайно, потому что в этом здании работает янтарная фея. Ну, это, конечно, такой маркетинговый ход и реклама. А так Марина вообще православный человек. Она много сотрудничает с Марфо-Мариинской обители. У нее дети ходят в православную школу Марфо-Мариинской обители. И она много изделий такого с православной символикой делает. Но главное, чем она, как нам показалось, Ксения, интересна, занимается. Это занимается оздоровительными, целебными или, как скажешь, лечебными свойствами янтаря. Меня давно эта тема интересует, потому что янтарь совершенно необычный какой-то природное явление. Даже непонятно, почему он в таком количестве и в каком-то определенном месте существует. Но янтарь напрямую нас связывает с природой. Потому что это не просто какой-то минерал, не просто там какой-то камень, который родился в период создания планеты. А родился совершенно в другое время. Я родился из живой природы, из смолы. Для меня это интересно, потому что, например, сосновую смолу очень много использовал митрополит Серафим Чичагов в своих лечебных программах. Поэтому я, изучая янтарь, давно убедился в том, что у него есть такие необычные свойства. Больше того, я участвовал в создании программы для Калининградской области, где мы планировали несколько санаторий для детей с использованием янтарных свойств. То есть там янтарные комнаты и все остальное. В Калининграде есть теперь такой санаторий. Я думаю, что он как раз в рамках этой программы и был создан. Но мы не можем поехать в Калининград. А Ксения ищет все время такие технологии, такие средства, которые могли бы заменить медицинские, медикаментозные средства. Которые могли бы человеку давать пользу без тех вредных, как вы читаете в инструкции, побочных явлений, которые на самом деле существуют. И нам показалось, что Марина очень глубоко в это входит и у нее очень интересный здесь такой вот центр, небольшой центр. Все вы можете найти на сайте, который я ссылку оставлю внизу. Это, в общем-то, такая как бы подводка к тому материалу, который мы сейчас снимем. Я думаю, он будет большой, интересный и совершенно необычный. У меня-то есть и определенная форма отношений, как говорят все там, энергии, там и еще что-то как-то, вот от янтаря и все остальное. У меня немножечко другое отношение. Мы все-таки с вами уже неоднократно разбирали, что такое растение и есть ли у растения душа. И, в общем-то, как святой Лука Война-Ясенецкий пишет, что у растений есть первый дар Духа Святаго – жизнь. То есть энергия, сила какая-то, значит, которая Богом дается и растение живет. Больше того, оно не просто живет, оно из минеральной среды делает живые вещества. То есть все, что проходит через растение, пока недоступно человеку такое производство живого, из неживого, такое как растение. Поэтому меня все время интересует, а куда девается эта жизнь, если растение погибло, или мы его срубили, или еще что-то. То есть если мы дошли до того, что животные все-таки входят в душу земли, душа животных, а жизнь растений куда девается. И в большой степени, мне кажется, то, что остатки растений в виде древесины, в виде всяких материалов, которые, в том числе и в янтаре, они несут в себе вот этот дар Духа Святаго – жизнь. И поэтому, когда кто-то говорит об энергиях, от янтаря и так далее, я все-таки хотел бы это перевести на церковный язык. Это есть жизнь, дар Духа Святаго, который в какой-то степени, возможно, и отдается человеку, если он к нему обращается. Мы же с вами необычно относимся к деревянным иконам, мы с вами необычно относимся к каким-то деревянным произведениям, там искусство, крестикам деревянным. Ну, точно так же мы, получается, должны необычно относиться и к янтарю. И давайте послушаем, что там будет интересного. Я думаю, будет несколько серий. А пока вот такой у меня подвод к этим сериям. Итак, вот Большая Ордынка 38, но все отношения надо вести через сайт и через звонок, потому что тут они не каждый день и в определенное время находятся. Все, спасибо за внимание.